Басенджи Басенджи – одна из древнейших пород собак, чьих далеких предков местные жители Центральной Африки использовали для охоты. Руководитель питомника княжеский двор Екатерина расскажет про особенности и содержание породы уже в наше время. Почему вы стали заводчиком Басенджи? Это хороший вопрос. Это не спонтанное, конечно, решение. Мне вообще сложно представить, что кому-то может прийти в голову вот так вот. Раз, а стану-ка я заводчиком. Это достаточно долгий путь. Собаки в моей семье были всегда. Я всегда с собаками с детства. Когда я завела своего первого Басенджи, окунулась в новый мир совершенно. Выставки, бега, новые знакомства, новый опыт. И заболела этим. То есть очень быстро поняла, что одной Басенджи мало. А потом поняла, что мало уже быть просто владельцем. Я всегда интересовалась кинологией в широком понятии этого слова. Все, что связано с собаками. Не только дрессировка, но и анатомия, генетика. И я стала расширять свои знания. А потом получила образование кинологическое, позволяющее мне вести племенную деятельность. И так сложились обстоятельства, что я продолжила дело питомника, в котором когда-то купила своего первого Басенджи. Как правильно? Басенджи или Басенджи? Допустим, оба варианта считаются. Но все-таки правильнее говорить Басенджи с ударением на второй слог. Каковы особенности характера Басенджи? Характер у Басенджи непростой. Они достаточно такие своенравные, своенвольные, себе на уме. Они, конечно, очень общительные, очень любопытные. Они всегда будут рядом с вами, везде сунут свой нос, что бы вы ни делали. Они очень контактные. Контактные. Не правда, что говорят, что они не человекоориентированные. Они ориентированы на человека. Они настроены на взаимодействие с нами. Но за счет определенного независимого характера, есть нюансы, что с собакой нужно договариваться и выстраивать отношения. То есть у нас идут отношения не просто хозяин собака и подчинение, а у нас идет именно совместная работа и взаимодействие. Они очень активные. Это не декоративная собака. Очень важно понимать. Многих вводят в заблуждение небольшой размер, такая милая внешность. И многие думают, что это такая некрупная, удобная, декоративная собачка. А на самом деле нет. Это настоящая собака. Это надо помнить, что это охотничья собака. Мы не должны забывать их происхождение. Это быстрый, азартный охотник из африканского леса, который живет рядом с нами. В наших реалиях, конечно, с ними никто не охотится. Они выполняют роль активного компаньона. Но собака, которая требует вложений времени, сил, терпения, воспитания в прогулке. То есть ни в коем случае это не диванная декоративная собачка. Как Басенджи взаимодействуют с другими собаками? С другими собаками взаимодействуют по-разному. С одной стороны, мы говорим, что они стайные собаки. Они хорошо живут в коллективе. Но свои это свои, чужие это чужие. С чужими собаками, как правило, бывают агрессивны. Особенно к однополым сородичам. Больше, конечно, этим страдают кобели. Но это и есть. К этому нужно быть готовым. Не всегда они дружелюбно настроены к собратьям. Проявляют ли Басенджи агрессию? Ну, вот как я сказала, да, уже к сородичам, к однополым особенно могут проявлять агрессию. Что касается взаимодействия с человеком, да, считается, что Басенджи настороженно относятся к чужим, да. Но настороженность – это не равно агрессия, да. Это значит, что собака может избегать в первые минуты какого-то прямого там контакта, да. Сначала ей нужно вас изучить. Но агрессии к человеку у Басенджи быть не должно. А если мы говорим о жизни в семье, то агрессии в семье быть не должно. Если вдруг вы столкнулись в семье с агрессией, да, Басенджи, значит, вы допустили какую-то ошибку в воспитании. Упрямы ли это порода? Упрямы. Упрямы они очень, как я уже говорила, они себе на уме. Так или иначе, да, Басенджи всегда будет пытаться добиться своего. Суки немножко похитрее, да, они умеют вить веревки из владельцев тоже. Кобели в этом плане более прямые. Я говорю, они как угол дома, простые. Вот, но упрямство есть, да. То есть именно переломить, да, Басенджи подчинить, заставить, бывает очень сложно. И, в общем-то, наверное, не надо это делать, да. Как правило, с ними проще договориться. Если у вас хороший контакт с собакой, она настроена на сотрудничество, она вас слышит, и тогда вам не придется ее заставлять. Скажем так, нет, любой маленький щенок, когда к вам приходит, да, он в любом случае на вас ориентируется, ему что-то страшно, ему непонятно. И мы должны стать надежным проводником, да. То есть задача не заставить ее слушаться, а сделать так, чтобы она захотела. Потому что ей так жить проще и комфортнее, когда у нее есть старший надежный проводник, да, который все знает, от всего защитит, да, если у вас хороший контакт с собакой, она хорошо воспитана, у вас совместная работа, очень важно, почему мы всегда говорим, да, что полезно ходить с Басенджи на занятия, на какие-то. Вот сам вот этот факт совместной работы, он выстраивает очень хороший контакт. И вы потом видите, да, что в каких-то ситуациях, возникающих жизненных, на улице или где-то, собака, которая с вами в контакте, она все время будет поворачиваться на вас и ждать от вас ответа, да, а что мы сделаем сейчас, а я правильно делаю, да, вот это вот то, чего нужно добиться, да, во взаимоотношениях, тогда собака сама будет хотеть вас слушаться, да, вам не нужно будет ее заставлять, подчинять, переламывать. Это сложно, это работа, да, но нужно быть к этому готовым, заводя Басенджи. Порода подойдет активным людям с чувством юмора, обладающих запасом терпения, обладающих временем, да, собака, я уже сказала, да, требует занятий, вы должны располагать временем, да, финансовыми возможностями, чтобы ездить, да, заниматься, работать с собакой. Время понадобится для прогулок, да, собака активная, и говорим о том, что нам нужен многочасовой выгул, да, особенно для молодой собаки, для подростка. Я всегда говорю, что 3-4 часа в день вы должны быть готовы уделять прогулкам, и даже со взрослой собакой, которая уже становится гораздо более комфортной подстраиваются под наш режим, час за одну прогулку, я считаю, просто вот жизненно необходимым минимумом для Басенджи, поэтому вряд ли эта порода подойдет тем, да, кто с утра до вечера на работе. Вряд ли она подойдет прямо таким домоседом, да, закоренелым. Многие люди часто говорят, да, вот работаю дома, сижу за компьютером, хочу завести собаку, чтобы как-то выходить на улицу, и все. Ну, с одной стороны, это хороший вариант, да, если человек сидит дома, Басенджи не любят одиночество, не любят оставаться одни, поэтому это отлично, когда владелец все время рядом, но нужно понимать, да, что вот эти вот 3-4 часа в день нужно найти. Если хотите, там, легкую такую собачку, с которой вы два раза в день на полчаса торветесь от компьютера, чтобы погулять в ближайшем сквере, то это тоже, наверное, Басенджи не лучший вариант. Как Басенджи взаимодействуют с детьми? Скажем так, в целом, они неплохо взаимодействуют с детьми. Я бы не назвала их прямо детолюбивой породой. Вот знаете, как бывает, говорят, да, вот эта порода любит детей. Нет, Басенджи любят себя. Поэтому дети тут немножко могут быть, да, конкурентами за внимание взрослых. Мы советуем заводить Басенджи в семьи с детками не младше 5 лет. Раньше вообще был у нас повыше чуть-чуть возрастной ценз, я все время говорила про 6-7 лет, но есть у нас много примеров положительных, где вот как-то от 5 лет детки хорошо Басенджи встраивались в семью, поэтому вот такой вот минимум я установила, да, вот 5 лет идеально. Почему? Потому что щенок-ребенок тоже, да, хоть и собачий, и он требует очень много времени. Второй момент – щенок познает мир зубами. Да, у него ручек нету, мы все познаем через зубки. Зубки щенячьи очень острые, игры все, да, тоже идут с прикусываниями. Есть период, когда многие щенки Басенджи начинают достаточно ощутимо кусаться, да, находясь дома у заводчика, они все это проделывают с мамой и с однопометниками. Оказавшись у нас дома, они пытаются эти приемчики все отрабатывать на нас. Маленькие дети, да, в силу невозможности правильно ответить, да, правильный ответ дать на вот эти вот действия игры щенка, в силу своего небольшого роста, они становятся очень удобными «жертвами» для маленького Басенджи. И это может быть некомфортно, да, ребенку и страшно, и обидно, да, что щенок кусается. Потом щенки, ну и подростки, да, не очень аккуратные, собаки растут быстрее, чем дети, да. Подростку Басенджи ничего не стоит уронить маленького ребенка, да, выхватить у него из рук печеньку, игрушку. И поэтому, если все-таки с маленьким, да, ребенком семья решается завести Басенджи, то это потребует огромного внимания со стороны родителей взаимоотношения, собаки и ребенка. Подойдет ли Басенджи людям без опыта? Я считаю, что да, подойдет. Басенджи может быть первой собакой людей. Иногда это даже плюс, да, потому что у человека отсутствуют стереотипы о том, как собака должна себя вести, потому что бывалых собаководов Басенджи могут удивить. А когда у человека такого стереотипа нет, его не так шокируют какие-то Басенджачьи замашки. Легко ли Басенджи поддаются дрессировке? Хорошо поддаются, да. Это разрушение еще одного мифа. Ходит миф, да, что Басенджи не поддаются дрессировке. Я всегда говорю, что Басенджи дрессируются плохо, а обучаются хорошо. То есть, да, опять же, все на контакте, на взаимодействии. Это собака, настроенная на работу. Им все интересно. Они очень активные, да, поэтому изучение любого команд, трюков, это тоже им интересно. Наша задача показать, да, что это интересно, весело, еще за это кормят. И тогда собака готова работать, и прекрасно они обучаются. И нормативные, да, базовые команды учат прекрасно. И трюки, это они вообще очень любят, трюковую дрессировку. А занимаются сейчас Басенджи и танцами с собаками. Владельцы прекрасно собаки танцуют. Единственное, что, конечно, нужно понимать, да, что с этой собакой мы вряд ли добьемся каких-то высоких, да, результатов в спорте, да, в том же фристайле, да, или в аджилити. Ну, все-таки для этого есть другие породы, более под это заточенные. А если говорить именно о самом процессе, прекрасно они обучаются, было бы время и желание. И не нужно верить в миф, да, говорить, ой, эту породу ничему не научить, поэтому я ее ничему не учил. А вы попробуйте. Расскажите про физические нагрузки для Басенджи. Басенджи – собачка очень активная. Вообще их жизнь, да, это бег. И собака, можно сказать, неутомимая. Почему говорим о долгих прогулках? Потому что им нужна нагрузка. И физическая в том числе. Есть нюанс. В городе мы с Басенджи гуляем только на поводке. Потому что даже самая обученная Басенджи, да, на улице может вас удивить. Ее может увлечь все, что угодно. Да, проезжающий автомобиль, летящий по ветру пакет, птичка, убегающая вдаль собака, даже самолеты. Басенджи – одна из немногих собак, которые смотрят вверх. Это может показаться странным. Они видят летающие самолеты. У нас был однажды опыт в полях за аэропортом Пулково, когда стая наших Басенджи бежала за самолетом, идущим на посадку. Поэтому в городе только поводок. И это, опять же, да, у нас получается конфликт. Собаке нужна физическая нагрузка, но город только поводок. Что нам делать? К физической нагрузке добавляем умственного. Ментально собаку утомить даже проще, чем физически. Мы гуляем на поводке, но мы меняем маршруты. Не постоянно ходим по одной дорожке в одну и ту же сторону. Сегодня пошли туда, завтра туда, сегодня в этот парк. Завтра обходим кварталы. Мы меняем маршруты, новые запахи, новая обстановка. Это тоже нагрузка на мозг. Отрабатываем на улице какие-то команды, трюки. Тоже занимаем собаку. Мы выезжаем за город на тренировки по бегам за механическим зайцем. И всегда советую находить возможность хотя бы один-два раза в неделю выезжать куда-то за город на какие-то безопасные прогулки в полях, в лесах, чтобы собака получала должную нагрузку. Но если кому-то повезло, кто-то живет дома рядом с большим лесопарком, то и там, конечно, можно гулять без поводка. Главное условие, чтобы там, где вы отпускаете бассенджи, не были видны и слышны автомобили. Как бассенджи переносят одиночество? Вообще бассенджи не любят одиночество. Плохо остаются одни. И владельцам все время говорю, уделять этому внимание. Просто вот с первых дней пребывания щенка дома, да, нужно приучать постепенно, потихоньку оставаться собаку в одиночестве. Приученные остаются неплохо. Да, вот у меня собаки спокойно. У меня так складывается, да, что у меня никогда собаки долго не сидят. Пожалуй, там больше трех часов, четырех максимум, они одни не бывают. Но если будет нужно, я знаю, что даже если я вернусь домой через 8-10 часов, да, у меня будет дома все в порядке. Но мои уже и не одни, да, они все в стае. А тогда это вопрос, который требует большого внимания от владельцев, потому что, к сожалению, бывает, что и воют, и деструктивное поведение проявляют, оставаясь одни. И они это очень не любят. Каковы особенности здоровья басенджи? В целом мы считаем, да, басенджи достаточно здоровой породой, но есть заболевания генетические, на которые в данный момент существуют тесты. Да, мы делаем это синдром Фанкони, заболевание почек, и прогрессирующая атрофия сетчатки, заболевание глаз. На сегодняшний день существуют тесты, они уже давно существуют, по-моему, с 2007 года, если я не ошибаюсь, начала делать Америка. А сейчас уже несколько лет делают у нас в России, в Санкт-Петербурге, в Москве лаборатории. Делаем генетические тесты, что позволяет подбирать пары так, чтобы исключить возможность рождения больных щенков. Но вот тесты только на два заболевания эти существуют. Синдром Фанкони, прогрессирующая атрофия сетчатки. Есть еще заболевания глаз. На них нету тестов генетических, но собаки, использующиеся в разведении, проходят осмотр у офтальмолога сертифицированного и получают сертификат о том, что глазки здоровы, теста на генетику нету, но есть сертификат, который подтверждает, что на данный момент, когда собака готовится к вязке, у нее здоровые глазки. Но здесь есть нюанс, что такие осмотры, как правило, они доступны для нас, для крупных городов, для Санкт-Петербурга, для Москвы. В регионах с этим немножко посложнее. Хотя сейчас бывают выездные такие сессии офтальмологов, но там, конечно, это сложнее. А генетические тесты доступны для всех сейчас, поэтому... О чем говорят пигментные пятна у породы? Нет, многие пугаются, да, шлют фотографию, говорят, что это за пятно. Нужно, во-первых, сразу, да, отличить, разделить пигментные пятна и краб. Пигментное пятно у нас на коже, краб – это на шерсти. Вот краб у бассейн же крайне нежелателен. А пигментные пятна – это норма. Они есть у многих собак, и у многих проявляются летом, да. То есть зимой у нас собачка вся беленькая, аккуратненькая, а летом на солнышке подзагорело. И особенно вот, да, живот, внутренняя поверхность бедер, подмышки, появляются такие розоватые, даже черноватые такие пигментные пятна. Этого пугаться не стоит. Это абсолютно нормальная история. Если раскрутился хвост, он может раскручиваться у бассейн же при быстром беге, скажем, да, они его раскручивают. Многие бассейн же раскручивают его, когда спят, да, и расслаблены. Если же у собаки, да, бодрствующей, активной, да, раскручен хвост, это говорит либо о том, что ее что-то насторожило или напугало, либо это свидетельствует о том, что у собаки что-то болит. На что обратить внимание при выборе щенка? Ну, изначально, да, обратить внимание на то, где вы берете щенка, да, ну, самые простые вещи, говорим, это касается любых пород, да, в каких условиях растет и содержится ваш щенок, да, чтобы, понятно, да, не нужно, наверное, говорить о том, чтобы все было чисто, аккуратно, щенки были чистенькие, да, вот, а также нужно обратить на наличие генетических тестов у производителей, да, от которых вы берете щенка и наличие документов.